Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимовна, её гости. И в гостях, как и каждую субботу, у меня Юрий Гиммельфорд. Юра, здравствуй! Привет, Свет! Я также приветствую всех наших зрителей. Юр, вот смотри, да, Путин всегда любил ловить кайф. Вот раньше, когда он был выездным, он ловил кайф, опаздывая на встречи с лидерами других стран. Ну, там на час, на два часа, куда-как. Ему Юр нравилось, когда они его ждали, когда у них программа дня отрывалась. А сейчас, мне кажется, Путин, наоборот, забавляется тем, что пугает своим возможным приездом. Ну, президент ЮАР Ромофоса не зря же сказал, что будем счастливы, если Путин не приедет. Вот есть хоть один процент вероятности, что Путин возьмёт и лично на этот саммит отправится? Ну, вероятность-то всегда есть, но она крайне низка. На самом деле, ты абсолютно права, это главное событие минувшей недели, и многие просто не понимают, насколько это важно. На дипломатическом языке это означает, что Ромофоса, президент ЮАР, объявил, что визит Путина нежелателен. Иными словами, Путин объявлен персоной нон-грата. Но более того, не потому, что плохие отношения между ЮАР и Россией, а потому, что они будут вынуждены его арестовать. В такой ситуации, в дипломатической практике, глава государства не приезжает. Но это обычно, я говорю, ты понимаешь, Свет, Путин, он реально уже, ему нужна помощь доктора, причём соответствующего, он уже реально в неадеквате. Но я не думаю, что он приедет, потому что его арестуют и передадут Международному уголовному суду. А учитывая то, что Путин патологический трус, у него вариантов немного. Есть ли версия, способ того, чтобы он сохранил лицо? Да, есть. Он может, мы все помним, Рязанский сахар, он может устроить внутри России какую-нибудь техногенную катастрофу. Плюс, как ни парадоксально, ему в этом плане могут подыграть украинцы, начав, ну, сделав нехорошо на линии соприкосновения, в результате чего он получит законный повод отменить визит. Это в международной практике бывает. Но это означает также и то, что Путин уже стал реально токсичен. При этом, ты понимаешь, вот был проведен опрос, как относятся к Путину в разных странах мира. И во всех странах было опрошено 24 страны. Во всех странах, кроме двух, кроме Индии и Индонезии, подавляющее большинство к Путину относится негативно. Только в Индии 57% к нему отнеслись положительно, или скорее положительно, и 42% в Индонезии. Тогда как резко отрицательно к нему относятся 6% и 24% к нему отнеслись скорее отрицательно. Лидером здесь негативного отношения является Польша, где 98% к Путину отнеслись негативно. Из них 90% резко негативно. И, кстати, если уж мы затронули эту тему, то я напомню, что в Южной Африке, куда Путину рекомендовали не приезжать, к нему негативно относятся 57%. В Израиле к нему 83% относятся негативно. Поэтому, понимаешь, Путин стал токсичен, он реально токсичен. Какой у него сейчас выход? Прислать двойника, чтобы двойника арестовали нельзя. Потому что там потребуется подписывать документы. А если арестуют двойника, это выявляется на раз, что это реальный двойник, а не Путин. Поэтому в данном случае для сохранения лица, несмотря на то, что говорящие усы Путина, я имею в виду Песков, он заявил уже, что не Лавров поедет туда, а сам Путин. Это бла-бла-бла. Это попытка сохранить лицо. Дальше будет отмена визита по каким-нибудь обстоятельствам. Или болезнь, или внутрироссийская техногенная катастрофа, или внутрироссийская нестабильность, что, кстати говоря, сейчас вполне возможно, или крупные неудачи на украинском фронте. То есть, Юр, он сейчас заявил, да, почти заявил, что лично приедет, да, будут нервы южноафриканцам, всем прочим, пока трепать, а потом, значит, ближе, ближе, значит, это все отменит, да? Да. Вот благовидным предлогам. А благовидных предлогов сейчас очень много. Юр, ну вот, ты знаешь, что меня удивило, да? Цифра, которую ты назвал, что 59, я правильно запомнила, процентов африканцев как бы негативно относятся к Путину. 57. 57. Ну, немножко сворола, ладно. Но как это так? Ведь Африка наш, это единственный континент, который наш, где столько вложено, столько денег туда впухано. И как же так это вот, да? Свет, ну, понимаешь, тут тоже давай мы не будем обобщать. Ведь дело в том, что в Африке, в Африке, это несколько, множество стран. В этом опросе было только три африканские страны. Это Южная Африка, Кения и Нигерия, где, опять же, большинство относится к Путину отрицательно. Там не брались такие одиозные режимы, как Центральная Африканская Республика. Это во-первых. То есть тут давай мы будем относиться к этим цифрам с осторожностью. Это во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, в чём дело. Мнение какой-нибудь Центральной Африканской Республики, мнение Зимбабве, мнение Уганды, оно, извините, никого не интересует. Мнение этих банановых диктатур, оно никому не интересно. Да, значит, Юлия Шматков спрашивает. Забыла, кто из африканцев с нами сотрудничает в космосе? Да, по-моему, там целый перечень был таких наших. Да, это целый перечень. Там Бурунди, Зимбабве и так далее заключают договор о неразмещении оружия в космосе и так далее и тому подобное. Ну, это связано с тем, что с особенностью Организации Объединённых Наций, ведь дело в том, что формально голос Бурунди, Зимбабве и им подобных, он чисто формально при общем голосовании, он равен голосу Соединённых Штатов или Китая или Индии. Понимаешь? Поэтому, да, чисто формально сейчас, собирая бы Лавров, он разъезжает, выставляя себя на полное посмешище, заключая вот подобного рода договора. Это связано с особенностью Организации Объединённых Наций, которая, кстати говоря, это сегодня уже стало понятно, это организация хуже, чем Лига Наций, которая предшественница ООН. Потому что в Лиге Наций, по крайней мере, была возможность выгнать из своих рядов такие страны, как Советский Союз, за нападение на Финляндию. Формально это было. Там и то были механизмы посильнее. А ООН – это организация высокооплачиваемых бездельников, политических импотентов. Вот и всё. Да. Вот в фрозе Бурлакова добавляют, что Эритрия вроде сотрудничает с нами, да? «Всё пройдёт», пишет. «Сотрудничают в космосе». С алкомашкой пыхнули и улетели. Но это тоже сотрудничество. Оно же в разных форматах может быть. Понимаешь, Свет, это сотрудничество на самом деле никому абсолютно не интересно. Я просто хочу напомнить, что в 70-е годы были совместные полёты космонавтов из стран, сателлитов, из так называемых соцстран, сателлитов Советского Союза. Первым там полетел Владимир Ремек из Чехословакии, потом полетел и поляк Мирослав Гермашевский, потом космонавт из ГДР, Зигмунда, Йены и так далее, и тому подобное. Был даже монгольский космонавт по имени Жукдар Демидин Гуракчик. Вот. Был кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес. Были они, но это не означает, что это космическая держава. Понимаешь, их действительно туда просто лётчика запихнули, провели подготовку. Вот и всё. Кстати, когда летал монгольский космонавт, там был один очень забавный эпизод, когда рядом с телекомментатором из Советского Союза сидел монгольский комментатор, он потянулся к какой-то кнопке, и его просто он шлёпнул по рукам. Не лезь. По этому поводу появился даже анекдот, что полетели в космос Белка, Стрелка и Монгол. Значит, Центр управления полётом говорит, Белка, ГАФ, проверить систему жизненное обеспечение, Стрелка, ГАФ, проверить систему запуска, Монгол, Жукдар-Демидин-Гуракча, ГАФ, что ты гавкаешь, корми собаку, смотри, ничего не трогай. Ты понимаешь, но это вот тут же, вот по этому эпизоду был сочинён такой анекдот. На самом деле, это просто единственный космонавт, который реально, это действительно был реально подготовленный. из этих белок и стрелок, это был болгарский космонавт Георгий Иванов. Когда там действительно возникла нештатная ситуация, они не смогли пристыковаться к станции Салют. Тогда была станция Салют. И они в ручном режиме работали над посадкой. А этот, кто же там с ним летал-то, я не помню, с Георгием Ивановым, неважно, но факт тот, что они, вот они действительно, хотя он формально был в звании космонавт-исследователь, на самом деле, это он действительно выполнял функции бортинженера. Подготовленный был мужик. Не спорю, без вариантов. Юр, давай вот помечтаем, представим вот эту замечательную вещь, да, Путин прибыл в ЮАР на саммит БРИКС, лично прибыл. Дальше что? Как должны развиваться события? Понимаешь, в чем дело? Опять же, я не могу сказать, как они будут развиваться, но в данной ситуации, согласно дипломатическому протоколу, ему просто его самолету, борт номер один, ему просто не дадут посадку. вот и все. Ему просто могут не дать посадку. Ну, и не задержат, но он назад улетит, делов-то. Ну, улетит назад. Опять же, когда в дипломатической практике, а такое было в середине 70-х годов, тогдашняя республика Заир и нынешняя Конго, она заявила, что запланированный ранее визит госсекретаря США Киссинджера им нежелателен, но Киссинджер не прилетел, потому что в данном случае не знаю, как это будет реально развиваться событие, но в первую очередь такой полет это унижение для Путина, что тебе же сказали не приезжать. Вот и все. Да, вот, слушай, Ната Эль пишет, такое ощущение, что нами управляют нездоровые люди. А почему ощущение? Я тоже сдаю, тоже ты с языка сняла. У меня тот же самый вопрос, а почему ощущение? Путин реально неадекватный мужик. А если учесть то, что он природа еще невежественный, глупый и самовлюбленный павлин, то это страшная вещь получается. Ну, слушай, он же вот на этом, на форуме с ученым, он же объяснил очень так доходчиво, как он всего достигает. Он думает о чем-то днем и ночью, и потом вот это у него все получается. Молодец же, Юр. Ага, молодец. Вот. Ну, ты знаешь, Свет, ну, тут, как говорится, это вообще без комментариев. Ну, о чем тут говорить? Что тут комментировать? Вот, Юр, да, вот это далеко, это 22 числа будет вот этот, да? Я не помню. саммит Табликса. Вот, очень далеко, больше месяца событий реально может много произойти. Вот, вчера полевой командир ЧВК Вагнер по поручению Совета командиров выступил и сказал, что 24 июля была всего лишь репетиция и что в ближайшее время Россию ждут глобальные потрясения. Марш справедливости будет продолжен и ЧВК пойдет не в одиночку, а вместе с Ахматом, с которым вагнеровцы помирились, комментируй. Ну, я начну с конца. Во-первых, что значит помирились, не помирились? Дело в том, что Ахмат Кадырову это не с руки. Ему Ахмат нужен для решения внутричеченских проблем. Именно поэтому они выступали в Украине в качестве заград отрядов и банальных мародеров и насильников, заходя уже после чмобиков и тому подобное. Ему это нужно для решения внутричеченских проблем, потому что Чечня уже нацелилась на отделение. Это я не знаю, остались ли наивные люди, которые продолжают думать, что это не так. Это так. Вот. Поэтому участвовать во внутрироссийских разборках им это не с руки. Это раз. А с Украины воевать с руки? А кто тебе сказал, что они там воевали? Эти тикток-войска снимали ролики, выкладывали их в тикток, но именно боевые их потери ничтожны. Не потому, что они хорошо воюют, а потому, что они трусы. И вперед они не лезут. Понимаешь, Свет, это реальность. Вот. Далее. Но ведь какие заявления просто так не делают? Видишь ли, делаются, учитывая то, что сейчас в России наступило время балаболов. Ты вот даже просто проанализируй то, что они говорят? Я тебе напомню. Один только пример. Я их могу приводить долго, я просто сейчас экономлю эфирное время. Я тебе приведу один пример. Май 22-го года. Что заявляют говорящие усы великого межгалактического падишаха? Я имею ввиду Пескова. Он заявляет, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО нас совершенно не волнует и проблем нам не создаст. Что Песков заявил на этой неделе, когда в результате Швеция оказалась в НАТО? Он сказал, что мы это не оставим без внимания, отреагируем адекватно, так же, как отреагировали с Финляндией. Ну, то есть никак. Ты понимаешь, Свет, вот сейчас анализировать ту ту галиматью, которую они несут, ну, ты меня извини, Свет, конечно, себя не уважают. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если это тоже трёх. Почему? Охотно объясню. Дело в том, что при диктатурах голубинарии всегда обезьяничают поведение первого лица. При Сталине было модно курить, носить полувоенные френчи, ходить по кабинету, когда у тебя там сидят подчинённые, и проявлять звериную жестокость к подчинённым. При Хрущёве было в моде носить украинские вышиванки и использовать в разговоре полуукраинский суржик. Вот. При Брежневе было принято всегда носить костюмы и выглядеть как байбак. При Путине модно неадекватность. Вся страна выглядит как дауны и абсолютно не фильтрует базар, извини меня. Ляпнуть можно что угодно. Поэтому особо серьёзно, ну, я бы, может быть, точнее, я не прав, к этому заявлению следует относиться серьёзно, но, я бы не брал его, ну, не готов у него поверить на сто процентов. Почему я так уклончиво отвечаю? А потому, что гражданская война в России уже началась. И это будет, и это война не между красными и белыми, нет, не между цезарянцами и республиканцами. Нет, это будет многовекторная гражданская война. Уже с фронта приходят чмобики, зэки, которые, что они устраивают на улицах российских городов, не проходит и недели, чтобы я минимум один раз на своих стримах об этом не сказал. Я думаю, это доказывать не нужно. Это и так все понимают. Во-вторых, давай мы не будем забывать, что в России 23 ЧВК. 23. И Вагнер не единственный. Это война между бандами за сферы влияния. В-третьем, давай мы не будем забывать, что в России достаточно много силовых структур, которые, мягко говорят, друг с другом не дружат. Вы никогда не задумывались, почему между так называемым ДНР и ЛНР между ними нет дипломатических отношений? Никогда не задумывались? А потому что ДНР это креатура ФСБ, а ЛНР это креатура ГРУ. И они друг с другом, мягко говоря, не дружат. И это тоже есть факт. Ну и наконец, давай мы не будем сбрасывать такие, в общем-то, реально оппозиционные силы, как Легион Свобода России и Русский Добровольческий Корпус. Их тоже давай не будем сбрасывать со счетов. И при этом часть фанатиков или намертво завязанных с Путиным, уже сросшихся с ним, они тоже будут этот режим защищать. Давай мы не будем забывать, что ту поговорку, которую знаем все, кому война, кому мать родна, у этой войны есть бенефициары. Поэтому в данном случае это будет именно многовекторная гражданская война. Поэтому да, я с точки зрения здравого смысла я понимаю этого бандита, который заявил подобное, потому что логически, да, им в Белоруссии сидеть невыгодно, скучно, устраивать беспредел им скучно в Белоруссии. Да, с этой точки зрения, с точки зрения выгоды, да, в этом логика есть. С точки зрения объединения с Ахматом, я имею ввиду с Кадыровым, скорее всего, это объединение ограничится тем, что Ахмат опять опоздает на свидание, застрянет в пробке и будет соблюдать нейтралитет. Ну, ты знаешь, может, конечно, быть и такое, а вообще, Юль, вот учитывая, что Кадыров четко нацелен на отделение от России, ты знаешь, пошатнуть режим, чтобы потом никто к нему не лез, да, и не мешал, Кадырову, мне кажется, это выгодно. И он увидит, что это не сейчас, не сейчас, пока идет бабло из Кремля, сегодня идет, а завтра нет. Вот пока оно идет, пока это ему выгодно. Как только этот могучая Ниагара превратится в ручеек, он сделает тете ручкой. Пока идет бабло, ему это выгодно. Ну вот, знаешь, Юр, в следующую субботу, я думаю, у нас уже будет тема, вот именно в этом разрезе, чтобы ее порассуждать. Да, пари с тобой заключать не буду. И я не буду. Это, сейчас это бессмысленно. Сейчас, какой смысл об этом говорить сейчас, Света, ты совершенно права, мы обязаны рассуждать с точки зрения вероятности. Ну вот, мой украинский подписчик, Мал Кабачкард, сегодня мне уже кинул новостюшку, что движуха у пригожицев началась пока по Белоруссии. Вчера объявили, сегодня они уже перемещаются. Завтра проснемся и вдруг узнаем что-то интересное. Не исключено. Ты уже стал философом, да, Игорь? Света, это не философские досужие вымыслы, это просто логика и здравый смысл. Кстати, против этого работает еще одна, против этой гипотезы, что они пойдут на Москву, работает еще одна, тоже одно наблюдение. такие вещи у них всегда одна попытка подобного рода маршить. Поэтому маловероятно, что они второй раз повторят. Две бомбы в одну воронку не падают. Юр, думаешь, защитники Путина приготовились, чтобы дать отпор бунтовщикам? А вот это тоже вопрос. Перекапывать будут, да? Вот это тоже вопрос, потому что Путин на самом деле защищать некому. И этот Пригожинский марш, он это показал, что первые, кто разбежались как тараканы, это были полицаи. Они сделали вид, что ничего не происходит. С другой стороны, опыт Ростова, он тоже показал, когда там этих ублюдков из Вагнера встречали хлебом с солью, то есть это означает, что население уже тоже достал нынешний режим, и они готовы мириться хоть с чертом лысым, лишь бы не нынешние уроды. Вот и все. Да, ну вот смотри, Джо Байден заявил, что не верит в долгосрочность войны, у России не хватит на это ресурсов, и может возникнуть ситуация, когда для нее невыгодно или невозможно будет вести Москву. войну, а вот если поход состоится, это ведь именно такой вариант, когда армию надо снимать и на защиту Москвы везти. Понимаешь, все может быть, но это безусловно секрет Палишинеля, что у России ресурсов нет на долгосрочную войну, и вот эта чумобилизация, она это только показала, что контрактная армия была в Украине перемолота, и сейчас воюют эти чмобики. Собственно говоря, это всем уже давно понятно. Пушечное мясо воюет, ресурсов в России нет, но насчет выгодно-невыгодно, вот тут свет. Опять же, я не готов на 100% с этим тезисом согласиться, и я объясню, почему. Вот дай бог памяти, по-моему, 22 или 23 февраля прошлого года мы с Сергеем Жирновым беседовали, и я ему прямой вопрос задал, ну, двинет Путин войска или не двинет, и он мне ответил, он сказал очень хорошую фразу, если включить хоть каплю логики, прагматичности и здравого смысла, нет, ему это невыгодно, но если это не включать, он сказал, я не знаю, может и пойти, все точно так же получилось, поэтому, когда сейчас идет речь о логике, здравом смысле, ну, конечно, эта война невыгодна, а если ее отключить, ну, может быть, все может быть, я не знаю. вот, ты знаешь, ваш Леонид Невзлин, земляк твой, да, это самое, он сегодня в Твиттере очень интересный пост выставил, что российские войска гораздо более многочисленны и гораздо лучше экипированы, чем украинские войска. Но я этот пост не видел, честно, я могу сказать. Но... Я это даже откринела. Ну, Свет, я подчеркиваю, я его не видел, но если так написано, это вот на этом пост заканчивается? Да, примерно, он короткий. Он вопрос, что как Украина может воевать, если вот более многочисленна и гораздо лучше экипирована российская вот это. Ну, я могу только сказать, что это глупость. Ну, это просто глупость. Да, вот, слушай, Василий Штучко пишет, ресурсы на России есть, правда, какие, это другой вопрос, но товарищи и железо пока есть. Я на полтора года активной войны озвучу, а вы запишите. Ну, не совсем поняла, что Василий тоже не очень понял. Да, вот это самое. Ну, говорит, что есть ресурсы на России. Нет, то, что какие-то ресурсы в России есть, да, собственно говоря. они тут на днях с очень гордостью писали, что в Арктике у них столько углеводородов, да, мама не горюй, а что толку, что они там есть. Их же еще нужно добыть и достаточно, не за сильно долго. И выгодно продать, и иметь где продать. А если ничего этого нет, какая, это что, ресурсы называются или как? Ты понимаешь, Свет, в современном мире изолированная от глобальной экономики страна, она практически ничего не может. Вот та парадигма, которую озвучивает Путин, что нам надо ориентироваться на полный технологический цикл внутри России, но последний раз это бы наблюдалось в средневековом Китае. На самом деле это невозможно. Невозможно просто. Производство элементной базы он не создаст. Любая технологическая цепочка, она завязана на определенные иностранные комплектующие. Ну не может такого быть. Вот тебе и все. Поэтому нет. Ну я еще раз, я посмотрел, что написал Леонид Невзлин, но я этого поста не видел, но если так, это глупость. Вот слушай, тут пишет добрый самаритянин, пост пишет, что же не спросишь у Юрия про Биби и судебную реформу. Боишься услышать правду? И тогда твоему новому горанку товарищу Корчагину капсда не совсем настрой доброго самаритянина поняла, и почему он решил, что я вопрос не задам. Юрий, вопрос понятен? Понятен, но это очень долгий разговор, но я постараюсь изложить кратко. В чем суть судебной реформы? Значит, на сегодняшний день Высший суд справедливости Израиля богат, это государство в государство. С другой стороны, Би-Би он хочет действительно провести судебную реформу, чтобы это прекратить, чтобы судьи избирались. так. Значит, в основном за судебную реформу это и за Би-Би это ультра-ортодоксы религиозные против судебной реформы. Это в основном светские. Там очень много левых, которые это поддерживают. Да, это так. Израиль разделился, ну, грубо говоря, на две половины. При этом сразу могу сказать, никакой гражданской войны в Израиле не будет. Это однозначно. Это сейчас многие пугают гражданской войной ничего подобного. Нет. Я беседовал с подполковником запаса армии обороны Израиля Арьез Зайденом, он выступал у меня в марте как раз по этому вопросу. Мы с ним беседовали, и я ему задал вопрос. Он говорит, никто через кровь не переступит. Прошу, прошу. Ну, бывает, добрый самаритянин, еще спрашивай, пожалуйста, вот, Юра ответит, я любой вопрос зачитываю, вот, скажите, пожалуйста, чьи вопросы я когда не зачитываю, даже которые направлены против спикеров, против меня. Ну, вы написали, мы ответили. Юр, ты все, что ли, да, рассказал. Я все рассказал. Выводов никаких не сделал никаких. Пока, собственно говоря, это, еще раз говорю, это мнение, они разнятся, но для Израиля это нормально. Ну, я хочу, чтобы ты сказал правду, которую я боюсь услышать. А какую правду ты боишься? Я понятия не имею. Я тоже не очень понял. Какую правду? Не знаю. Добрый самаритянин считает, что ты знаешь правду, которую я боюсь услышать, и если ты эту правду ослышишь, то мне будет когда. У меня в марте на канале был цикл роликов, они собраны в плейлисте Израиль. Значит, там я беседовал с Арьез Зайденом, с Рэбе Авраам Шмулевичем, с главным редактором издания детали Эмилем Шлеймовичем, с израильским бизнесменом Илелем Мантелем. Каждый излагал свою точку зрения. Пожалуйста, посмотрите и вы понимаете, друзья, я вот почему это говорю. Если сейчас начать подробно все это излагать, мы займем все эфирное время. Вот и все. Вот почему это надо отдельно передачу этому посвящать. передачу. Да, ты знаешь, уже было у меня на эту тему несколько передач. Ваш журналист, журналист Ростислав Гольцман на днях тут выступал у меня в эфире. Вот Андрей Корчагин. Ну, в общем-то, самые разные точки зрения, позиции звучали. Вот ты свою озвучил. Где что тут страшного может быть? Ну, ладно, Вы понимаете, понимаешь, Свет, я вот сейчас подумал, я могу понять, почему задается такой вопрос. Дело в том, что в Израиле принципиально иная политическая культура, нежели в России. Я сейчас объясню. В России, если расходятся мнения, люди в 90% случаев становятся врагами. В Израиле мы можем совершенно спокойно разойтись по какому-то вопросу, в том числе и по политическому вопросу, но оставаться друзьями. Это именно израильская политическая культура. Мы не будем врагами. В России это по-другому. То есть здесь я вот это хочу подчеркнуть. И вот ты знаешь, что переселенцы из России могут даже достаточно долго жить в Израиле, но сохранять российский менталитет. Вот у доброго саполитянина самый российский менталитет. Ну это историей России был бунтовщик Емельян Пугачев. Но на него у Екатерины второй нашелся Александр Суворов. А вот кто у Путина найдется? Шойгу что ли? Так это не очень великий генералиссимус. В том-то и дело, что в России как раз на Путинск, на Пригожинский мятеж, да не то, что Пригожинский, на любой серьезный мятеж просто-напросто никого не будет. На самом деле у Пригожина никаких целей не было. У него не было цели конкретной. Но если появится какой-то военачальник, условный, какой-то батька, какой-то атомат. Откуда он возьмется? Как черт из табакетки. из ниоткуда. Уверяю тебя, они могут появиться именно из ниоткуда в любой момент времени. То защищать Путина реально будет некому. Так. Значит, добрый самаритянин пишет. Ну, ты же вчера с Корчагиным признала медленно врагом Израиля и вором и что он хочет войну. Юра также считает. Слушайте, когда... Во-первых, я про Невзлина ничего не говорил. Это, во-первых, давайте не приписывать мне то, что я не говорил. Я вообще темы Леонида Невзлина не касался. Давай начнем с этого. Так, Юра, так и я вот, когда приглашаю спикера, вот, ты же сам знаешь, я свое мнение не навязываю, говорю по минимуму. Говорят, у меня спикеры то, что хотят, выражают свое мнение. Я тебе хоть один раз рот заткнула, сказала, что... Ну, о чем? Вот сегодня что я сделала, да? Я тебе зачитала удививший меня комментарий, значит, в Твиттере, где, значит, Невзлин написал, что вот Россия лучше, она экипирована, она более многочисленная, что Украине в таких условиях вести войну, ну, просто, как говорится, не с руки. Вот это странный комментарий. Я только напомню тем, кто с этим согласен. Я напомню, что в 41-м году Красная Армия была более многочисленной и лучше вооружена, чем Вермахт. Это во-первых. А во время танкового сражения в районе Луцк-Бороды ровно, собственно говоря, преимущество советских танков перед немецкими, оно было, по-моему, два с половиной к одному. Это так, на всякий случай. Понятно. Роман Русанов пишет, Лукашенко хочет московский трон, ему будет интересен любой поход на Москву. Лукашенко точно так же, как и нынешние руководители у него, России, у него семь пятниц на неделю. Лукашенко все время своего царствования он действовал по принципу ласковый теленок двух маток сосет. когда на него начинал давить Путин и он лез в Европу. Когда Европа перед ним выдвигала неприемлемые требования для Лукашенко, он говорил, ну и ладно, я буду дружить с Путиным. Вот он так же и виляет. Но что касается московского трона, ему это не нужно, ему это не с руки. Ему гораздо выгоднее сидеть в Минске и продолжать вот так вот вилять. Ему не выгодно. Ну как не выгодно? Вот Бег 37 пишет в чате, мечтает, придет Лука все картошкой засадит, хоть картошки будет вдоволь торговать будем. Не будет. Значит, на самом деле такую страну, как Россия, уже удержать невозможно в границах 91-го года. Просто невозможно. Вы поймите, что Россия это лоскутный одеяло. Я уже много раз приводил примеры, но объясните мне, пожалуйста, что общего у Чечни и, к примеру, Якутии? Что общего у Приморского края и, к примеру, Калининграда? Ничего. Абсолютно ничего. Россия это лоскутное одеяло, которое начнет трещать по швам, и не уверен, что им по швам, как только ослабнет центральная власть. Да. А вот Борис Немцов правильно сказал, я не ту его цитату, не напрягайся, что пока Путин страну окончательно не раздолбает, он не успокоится. Так вот, какой запас прочности на твой взгляд еще остался? Свет, я постоянно подчеркиваю, мне часто в той или иной интерпретации задают вопросы со сроками и так далее. Я уже говорил, что в нынешней ситуации совершенно бесполезно прогнозировать, называя сроки. Это авантюризм. Я просто напомню, что в свое время это было дай бог памяти по-моему в восемнадцатом году Сергей Гуриев, очень серьезный экономист, он сказал, что у России прочность на двадцать лет. В двадцатом по-моему году да-да-да-да-да-да-да-да-да-да это было как раз после этой опинкованной конституции. В одном из своих постов Михаил Борисович Ходорковский, он сказал, что у России есть запас прочности на 10-15 лет. Сейчас называют срок порядка 5 лет, но этот срок сокращается, как шагринево кожи. Вот в чем тут дело, вы понимаете, ребята? Реально сокращается. Понятно. То есть, вот ты, как сейчас можешь сказать, сокращается на сколько? То есть, дело уже не годами исчисляется, да? Нет, я считаю так, что, опять же, когда мы даем какие-то прогнозы по срокам, мы должны оговориться. Вот, мы фиксируем нынешнюю ситуацию и предполагаем, что она не будет изменяться. То есть, мы вообще изначально делаем невозможное предположение жизни и истории, это вещи динамичные. Так вот, ну хорошо, если вот нынешняя ситуация будет зафиксирована и не будет ухудшаться, на мой взгляд, предельный срок для России, это не более 5 лет, если она не будет ухудшаться. Так вот, давай мы с тобой такой вот триллер сейчас немножко разберем. Ты знаешь, наши бравые чекисты задержали группу, которая по заказу Украины, естественно, готовила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. И вот главный преступник, 18 лет пацану, он в майке такой, в белой, где написано, что он эсэсовец, и он тут же сознался, что его вот СБУ наняли полтора миллиона рублей. Окей, ну цена лады, ты знаешь, обещали, да? Вот, еще у него там все подтверждающие документы нашли, что вот, да, действительно СБУ его направил. Ага, командировочное удостоверение, визитка Яроша, вышиванка и полное собрание сочинения Бандеры. А, да, 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 да. На китайском языке? Они до этого не ходят, Юр, но они не ходят без такой доказательства. Понимаешь, это глупость, конечно, это совершенно понятно, тем более в данной ситуации то, что выбрали именно Ксюшу Собчак, она, ну это бессмысленная цель, она ни для ГУР, ни для СБУ неинтересна, абсолютно неинтересна. Это в данном случае, как вам сказать, ну да, чисто теоретически могли заказать Симоньян, теоретически. Но куда более привлекательная цель, это, если мы говорим о пропагандонах, это Соловьев и Скобеевы. Да, видишь, Соловьева якобы тоже заказывали, но ты вспомнишь эту историю, но там доказухи еще больше было. Уж очень все смешно получилось. Ты понимаешь, Свет, на самом деле, когда делаются такие, ну проводятся такие операции, все получается как с жареной Дашей или с татарским. На самом деле, это успешная ликвидация, превентивно это глупость, это не будет такого. На самом деле, почерк российских спецслужб, он уже давно известен, что если превентивно задержали, значит это фейк. Если задержали живым, значит это фейк. На самом деле, как правило, ликвидируют объект на месте, после чего там находят визитку Яроша, командировочное удостоверение об СБУ и собрание сочинений Степана Бандеры. Это совершенно понятно. Ты понимаешь, эти структуры, я уже устал это говорить, ну ладно, я еще раз это скажу. Они развращены, я имею ввиду ФСБ и так далее, они развращены войной с хипстерами и липовыми делами. А реальные дела не проваливают. Достаточно вспомнить этих Чупига Мишкин, Петров Баширов, кто из них кто. Они не умеют работать. Юрий, ты вот тут сказал слово фейк, а я сразу вспомнила один фейк, довольно-таки, который широко пошел, о том, якобы Израиль для России делал беспилотники, да? Нет, фейк был такой, что якобы беспилотники производятся в России по израильской лицензии. Якобы речь шла о беспилотниках Орланд. Это так или нет? Нет, это не так. Это фейк. Начнем постепенно. Во-первых, это фейк. Запущен он был с журналистами издания ЗН, которые брали интервью у посла Израиля в Украине, Бродского. Значит, они ему задали вопрос, что вот по нашим данным ланцеты производятся по израильской лицензии. Бродский вытрачил глаза, говорит, у меня нет такой информации. С 2014 года Израиль вообще не сотрудничает с Россией в оборонной сфере. Однако это тут же, тут же подхватили с одной стороны кремлеботы, с этого инкора, с другой стороны. Это 9 июля подхватил украинский военный эксперт Олег Жданов, который перевернул и сказал, что якобы это сказал посол Украины в Израиле. Это фейк в рамках информационно-психологической спецоперации Кремля. Цель его состоит в том, чтобы поссорить Израиль и Украину, выставить украинцев антисемитами, а Израиль государством, сотрудничающим с агрессором. Еще раз я подчеркиваю, этим фейкам дело не ограничено. В данном случае я сказал, кто автор этого фейка. Я тем более на минувшей неделе на стриме, отвечая на этот вопрос, я просто сказал, ну хорошо, дорогие мои, а вы логику включите. Чтобы Израиль давал секретные разработки стране, которая якшается с Ираном. Вы как вообще, вы нормальные? Вы лук ели или так одурили? Я напоминаю. Вы помните, под какой формулировкой Израиль отказал Соединенным Штатам в передаче Украине американского экземпляра железного купола, только потому, что он, во-первых, произведен там по израильской лицензии, а во-вторых, там стоит израильская электроника. Вы это мне напомните? А я напомню, что есть опасения, что это окажется в руках Ирана. Хотя к тому моменту уже полгода, полгода, как Украина разорвала дипотношения с Ираном после поставки этих дронов, мопедов. Полгода, и кто опасается? А вы хотите, чтобы лучшему другу Ирана России, что ли, давали израильскую лицензию? Вы нормальные вообще, те, кто в это верит? Да. Слушай, Юрий, эфир подходит к концу. Еще один вопрос. Ты начал про электронику, и я буду про электронику. Ты знаешь, что Путин дал задание ученым немедленно создать вот все технологии, да, вот по всей этой электронике, чтобы от Запада, от Тайваня тоже, вот от Америки России совсем не зависело, чтобы у нас все было свое. И лучше, если завтра уже с утра будет, правда? А с чего начинать учеными? Чем заканчивать? Рассказываю. Буду говорить медленно, чтобы в Кремле записать успели. Для начала издайте указ, чтобы женщины рожали сразу 25-летних, готовых уже на фронт идти, причем сразу после секса. Это вот первое дело. Ух ты! Какую задачу ты даешь, а? Ничего себе! Свет, а ты понимаешь, я вот, это, ты понимаешь, это то же самое, что комментирует бред сумасшедший. Ну, какой смысл? Ты понимаешь, Света, ну это глупость. Ну, какая разница, чего? Ты можешь говорить слово глупость, если это извлек президент сверхдержавы. Юра, как тебе не стыдно? Ага. Ты понимаешь, Свет, ну, президент сверхдержавы идиот. Ну, что я могу поделать? Это я ему сделал этим идиотом? Не я. Как-то вот так. Да я тоже вроде не старалась. Ну, ладно. Я думаю, у нас с тобой передача получилась живая, с юмором. Друзья, значит, кто лайк не поставил, пожалуйста, ставьте, делитесь видео. Ну и если можете чем-то помочь каналу, то буду очень вам признательна. Юра, ну и мы с тобой до следующей субботы. До свидания. Конечно. До свидания и обязательно. Слава Украине. Героям слава. До встречи.